Время, в которое мы живем, сложное Простое, все ходят в магазин, все видят, как растут цены, как изменяется ассортимент товаров И мы сегодня собрали здесь людей, которые заняты в бизнесе, связанном с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции С бизнесами, которые призваны развивать этот сектор, для того, чтобы поделиться мнениями И, может быть, сделать какие-то прогнозы на развитие ситуации Что будет происходить с продовольственным рынком Архангельской области, что будет происходить с ценами Это, конечно, волнует всех больше всего Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей, участников круглого стола Это Дмитрий Леонидович Карельский, министр агропромышленного комплекса и торговли правительства Архангельской области Ирина Борисовна Бажанова, заместитель министра АПК и торговли Анастасия Владимировна Мирановская, начальник санитарного отдела управления Роспотребнадзора по Архангельской области Андрей Александрович Лужков, начальник сектора продаж малому бизнесу Сбербанка Российской Федерации Владимир Михайлович Личный, председатель правления общественной организации Российское аграрное движение Некоторые участники к нам присоединятся в процессе, потому что они задерживаются Дмитрий Васильевич Юрков, его не будут Любовь Леонидовна Сыровенко, заместитель генерального директора акционерного общества «Молоко» Борис Николаевич Бондин, директор АПК «Любовская» И Михаил Сергеевич Силантьев, руководитель Архангельского областного объединения фермеров Двое участников нас присоединятся в процессе, но мы можем начинать наш круглый стол уже сейчас По формату я предлагаю такое ведение, что мы все по кругу, по желанию выскажемся Оценим ситуацию, которая сейчас происходит у нас на рынке И потом перейдем к открытой и живой дискуссии Общий хронометраж у нас примерно час двадцать, час тридцать Пожалуйста, я думаю, что мы начнем с Дмитрия Юридовича Как самого главного министра по агропромышленной компании Спасибо, Константин На самом деле вы сказали о том, что наменились цены достаточно серьезно С момента введения антисанкций, так назовем их, до августа текущего года Мы опираемся на данные статистики, мы опираемся на данные наших исследований В принципе, мониторинг проводится фактически сейчас ежедневно, работает штаб И на текущий момент можно сказать, что с конца июля, август, сентябрь, октябрь За эти три месяца наибольший рост цен обозначился по группе свинина, куриное мясо и рыба замороженная, неразделанная То есть это все, что больше, скажем так, 15-18% рост цен По остальным группам товаров, которые проходят мониторинг, проводится мониторинг Цены растут и динамика их, в принципе, объясняется либо инфляционными процессами Либо инфляционным ожиданием, либо порой это некие попытки дополнительно заработать То есть это эскакулятивные моменты Или либо это сезонные колебания На ряд продукции за этот период, за эти три месяца цены, естественно, сократились существенно Это и картофель, и все, что связано с сезонными, овощная группа товаров Это сахар, песок, например, цена снизилась Ну и, соответственно, мы сейчас, может быть, протоксальную вещь скажем Но, тем не менее, фактор введения антисанкций в динамике роста цен Ну, за исключением, может быть, вот этих вот трех видов продукции, которые я называл Которые выпадают там, как бы, я считаю, объективные Минимален по сравнению с факторами другими А именно, а, сезонность, б, рост курса валют В, истерия на рынке продуктовой некая, да, по крайней мере, нервозность И связанность с ней инфляционные ожидания То есть, если бы мы, наша страна, не ввела бы вот эти эмбарго, да, продуктовые И все двигалось бы своим чередом То, в принципе, динамика бы роста на продукты питания Она была бы, может быть, на два процентных пункта меньше, чем мы наблюдаем сейчас Вот, на самом деле, можно посмотреть И Любовь Леонидовна здесь присутствует Как представитель переработчиков и на молочном рынке сектора Молочный сектор вообще не подвергся за этот период повышению цен Я имею в виду молоко пастеризованное, молоко 2,5, да, то есть сыры Естественно, они вылечились в цене, твердые сыры Вот То есть, хватает сырья и хватает, в принципе, возможности переработки Для того, чтобы эти цены удерживать даже, невзирая на то, что все-таки инфляция Она как была, так и есть, она остается Тем не менее, цена на молоко 2,5, допустим, магазин в этом месяце не поднялась Если быть точным, то поднялась на 0,46%, то есть в пределах погрешности Ну вот, наверное, у меня все Если кратко, как бы по ценам, я думаю, что остальное можно будет уже в процессе дискуссии Я добавлю, конечно, почему? Потому что основная груз, так сказать, ответственности за мониторингом цен лег на наши плечи, на наши плечи специалистов И понятно, что мы работаем сегодня с муниципальными образованиями в ежедневном режиме В ежедневном режиме вся информация по ценам, чтобы было понятно Предоставляется в Минпромторг России, в Минсельхоз России по производителям Соответственно, в Уфас, в антимонопольную службу Сегодня они очень сильно контролируют рост цен И моментально реагируют в случае, если мы фиксируем цен, даже рост цен выше 10-12% Они выясняют причину, с чем это связано И сегодня в антимонопольной службе есть дела, которые находятся на рассмотрении И выясняют, в чем причина Либо это столкнулись с тем, что безответственно подходили исполнители, которые передавали цен Не сочли что-то очень серьезный вопрос Либо, значит, действительно были какие-то спекулятивные моменты Это тоже сегодня есть Значит, наша задача на сегодняшний день понимать, что происходит на рынке Мы видим, что, в принципе, динамика, если сравнить с прошлым годом, она практически одинакова Почему? Потому что есть сезонность, как было сказано Перспективу мы видим в ту, что сегодня у нас уборочная закончилась практически И, соответственно, на хранение уходит плодовощная группа Все, что идет с хранения, в начале года всегда у нас подвергается росту цен То есть сезонность, она имеет место быть То же самое связано с яйцом В Пасху, никому не секрет, ежегодно яйцо также дорожает в связи с повышенным спросом То есть спрос определяет предложение Если сегодня уже варенье перестали у нас закручивать То мы видим падение спроса на сахарный песок И, соответственно, уменьшение цен на сахарный песок Действительно хочется отметить позитивный тот момент Что в силу того, что регион у нас достаточно неплохо обеспечен молоком То на молочную группу, производимую на территории Архангельской области У нас цена стабильная, она не повышается И здесь я считаю, что в первую очередь происходит это благодаря тому Что есть понимание как производителей сырья, переработчиков, так и торговых сетей То есть сегодня достигнута договоренность Группа рабочая собиралась в министерстве О том, что в возможном длительном, как можно долгие сроки держать цены не повышая При этом имея минимальную наценку Сегодня такая договоренность есть и спасибо всем участникам этой цепочки Которые действительно определенные социальные обязательства Перед населением области на себя взяли и, как говорится, держат Да, мы сегодня тот регион, который не производит необходимое количество Вообще основного, всех основных продовольственных товаров Мы являемся в силу своей специфики завозным регионом И, конечно же, по ценам мы зависим очень сильно от иногородних поставщиков И это никому не секрет То есть если сегодня основные группы товаров в центре России начинают на биржевые товары расти Соответственно, и мы отмечаем динамику роста цен в оптовом звене и, соответственно, в рознице Поэтому тенденции у нас схожие Схожие как по северо-западу, так и в целом по стране В принципе, по ценам мы сегодня выглядим достаточно неплохо Вот, поэтому, да, есть сегодня поступает наш адрес обращения Население, например, жалуется, что вот в одном магазине цена такая, в другом другая Но, как нам известно, тоже и говорилось, в общем-то, на уровне правительства Российской Федерации Вопрос будет решаться в глобальном масштабе Либо это, значит, будут введены так называемые социальные карты для малоимущего населения О чем заявил наш министр промышленности и торговли Российской Федерации Когда на эту карту зачисляется определенная сумма денег На которую, значит, может оттовариваться та категория граждан, которая будет отнесена То есть сегодня категория граждан еще пока это все в процессе обсуждения Если действительно дойдет до того, что цены начнут ползти и будут неконтролированы Но мы пока не видим оснований для этого, на самом деле Либо, значит, это будут какие-то другие моменты В общем-то, все время покажет Значит, в прогнозном, как я сказала, мы видим в перспективе Начало года, это сезонность именно на плодовочную группу Возможно, что с учетом того, какое у нас урожай в этом году зерна достаточно хорошее Мы не будем наблюдать высокого роста цен на муку и хлеб А, соответственно, макаронные изделия у нас сегодня стоят Очень достаточно так хорошо И по тем документам, которые мы сегодня читаем по прогнозу на зерно В принципе, мука у нас не дорожает То есть будем надеяться, что наши переработчики Тоже свою социальную ответственность, как говорится, проявят Но нужно понимать еще и другие вещи Что на цены влияет не только стоимость сырья На цены влияет сегодня и стоимость энергоносителей, правильно? Стоимость и других вещей, которые ложатся в затраты И заработная плата, и налоги, и так далее То есть все это составляющие, они ложатся именно в цену Либо произведенного товара, либо в наценку в торговых сетях Потому что торговые сети, они зарабатывают только за счет наценки Поэтому, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, что Вся эта информация в ежедневном режиме максимально доносится до средств массовой информации Сегодня у нас ажиотажного спроса, слава богу, ни на какие группы товаров нет Дефицита у нас тоже на полках нет У нас сегодня произошло импортозамещение Мы видим, что сегодня фиксируем заключенные контракты На поставку с Аргентины фруктов И мы их уже видим сегодня на прилавке И лимоны, и яблоки Кроме того, начались поставки в переработку аргентинской говядины и свинины И мы фиксируем снижение незначительных цен на эту группу товаров Поэтому, соответственно, ситуация у нас достаточно неплохая Спасибо, Ирина Русловна Я позволю себе один уточняющий вопрос, который нам часто задают наши читатели Мы вот около месяца уже, благодаря сотрудничеству с вашим министерством Публикуем цены, розничные цены на продовольственные товары И нам довольно часто люди пишут письма, что Где вы видели такие цены? На самом деле все в магазинах гораздо дороже Вот вы не могли бы два слова сказать о том, как происходит этот мониторинг цен? Ну, начнем с того, что мы выдаем цены средним по области Это как средняя температура больницы, да? Соответственно, естественно, цена, как я сказала, она формируется, во-первых, от того, где реализуется товар Если мы берем мизень, логистика по доставке достаточно сложная, соответственно, цена выше Если мы берем холмогоры, соответственно, это ближе к городской черте, соответственно, цены меньше То есть в среднем считается цена по всей области Понятно, что город Архангельск бывает зачастую цена выше Но не надо забывать о том, что сегодня в городе Архангельске функционируют различные форматы предприятий торговли У нас сегодня достаточно широко развиты магазины эконом-класса, так называемые Которые себя позиционируют на покупателя среднего и с нижесредним достатком И это очень здорово, на самом деле Кроме того, у нас в городской черте, во всех городах представлены и предприятия местных товаропроизводителей торговли Которые напрямую, без посредников, через свои торговые точки продают, значит, произведенные ими продукции Ну, очень хороший пример, например, ЦХ Апрель, все магазины их знают, да, Тепличная Может быть, в меньшей степени в Архангельске, но в Северодвинске, значит, они имеют свои павильоны, реализуют свою продукцию Значит, так же, как молокозаводы, да, сегодня мы можем есть тоже магазины Понятно, что есть группы товаров, которые, ну, в принципе, нерентабельны, да И тогда полки дополняются другими произведенными на территории нашего региона товарами Для того, чтобы эти предприятия были неубыточными Поэтому сегодня производитель делает все для того, чтобы товар доходил меньше без посредников и по нормальной цене до потребителя Есть возможность выбора И поэтому сегодня говорим, что если кто-то себе может позволить зайти в дорогой гипермаркет и купить дорогую продукцию Там-то, да, действительно, цена будет выше Но есть магазины, где тот же самый товар будет на порядок дешевле То есть, очень все зависит от формата магазина и как магазин себя позиционирует То есть, в вашем мониторе, на основном, на реальных ценах? Да, на реальных ценах 40 наименований товаров мы мониторим 40 Это достаточно большое количество Вот, поэтому, начиная все от хлеба, молока, заканчивая колбасами и так далее Хорошо, спасибо большое Я хотел бы передать слово Борису Николаевичу, как раз как представителю производителей И узнать его мнение о том, в какой ситуации находятся сейчас производители молока Какие сложности, может быть, или наоборот, новые возможности перед вами открываются И прогноз на будущее По ценам, конечно, то, что интересует всех потребителей То, что связано было до меня, Дмитрия Милинидовича, насчет цен на молоко и всех составляющих Нет причин для того, чтобы изменять цену, а тем более ее повышать На данный момент, как бы, она сохраняется У меня-то совершенно другой вопрос, скажем так, о судьбе своего производства В том числе и с общественной палаты спрашивали, задавали прямой вопрос Есть ли пусть и расширение производства и его увеличение именно продовольствия Или объема молока как такового То есть сейчас у меня основная проблема Это то, что мне прекратили срок действия договора Он закончился 22 сентября Аренды земельного участка сельхозназначения земли по Приморскому району Ну, больше чем треть земли была арендована Из общего, то, что принадлежит собственности земля И то, что арендовано у Приморского района Больше чем треть договор уже расторгнут И предупреждение о том, что это будет выноситься на торги Не знаю, каких игроков это будет представлять на торгах на право аренды Но, как бы на данный момент я просто один Не знаю, кто вокруг меня и кто будет выставлять свои пожелания На проведение торгов на право именно земли сельхозназначения Борис Николаевич, чем это может сказаться, как это может сказаться на потребителя? Ну, вот я хотел это продолжить Если говорить о том, что земля для сельхозпроизводителя является основным активом Поэтому, если на треть она уменьшается То, естественно, это скажется на поголовье скота На его объемах производства молока и так далее То есть, угроза сокращения производства Если брать саму рентабельность и количество людей, которые здесь работают То уменьшение зарплаты и так далее Или вовсе закрытие Просто он будет нерентабельным А эта земля, про которую вы говорите, это пастбище или производство? Это кормовая база На данный момент она является, ну, там одновременно, под одним кадастровым номером Два участка, они на 9 контуров разделены Один находится в районе Левковки А второй у Турдеева Значит, у Турдеева это пастбище, а в районе Левковки это заготовка грубых кормов Собственных Понятно, ну, я думаю, что это хорошая возможность для коллег-журналистов Как раз-таки обратиться к этой ситуации и прояснить ситуацию Потому что вопрос серьезный, судя по всему Да, надо вроде наращивать производство Ну, вот я и говорю, что сейчас для меня это просто удержать ту ситуацию Когда задача стоит или, я не знаю Просто сейчас я не понимаю, почему это возникло И что с этим связано именно с отказом от дальнейшем праве аренды Понятно Хорошо, я думаю, этому можно будет посвятить даже отдельную пресс-конференцию Или другую форму какой-то встречи с прессой Я хотел бы передать слово Владимиру Михайловичу Председателю правления общественной организации «Российское аграрное движение» Владимир Михайлович, мы обсуждаем ситуацию В которой сейчас находятся производители и переработчики Сельскохозяйственной продукции Пытаемся обозначить те риски, вот даже прямые угрозы Как только что мы услышали И те новые возможности, которые открывают нынешний режим В котором мы находимся, экономический режим Можно начать чуть-чуть не так Я хотел бы Мы все прекрасно понимаем, что в масштабах России Грубо говоря, продовольствие Половину мы съедаем импорт Поэтому если не надо быть сильным экономистом Чтобы понимать, если это предложение падает А спрос есть, то цена растет И цена растет везде, по всей России Если вы следите за информацией, за прессой Тут не мной будет сказано В среднем цена растет Сегодня растет, выдает 5-6% Вроде небольшой рост Но на отдельной группе товаров может побольше Где-то поменьше Как вот Ирина Борисовна сказала Что всякие есть форматы Эконом-класса, такие и другие Но мы знаем еще один интересный момент Люди все не так говорят Вот зашли в магазин с 1000 рублей Буквально там месяц назад Мы могли прожить 5-6 дней Сегодня 2-3 дня Это не я говорю Это люди говорят, да? И это реальная картина Уж куда они там заходят В гипермаркет, в супермаркет В эконом-классы Другое дело Значит, есть плюс положительный В том, что наконец-то Сельгозиков может что-то Еще раз подумать Как в 96-м году было Можем им и рвануть куда-то, да? Опять же, беда-то в другом Рвануть-то не от чего Базы нет Основы не осталось Я имею в виду по сельскому хозяйству Значит, это слабая материальная база Она не улучшалась Были попытки улучшить там Несколько лет назад Но сейчас, к сожалению Вот то, что мы имели Я имею в виду Тракторный парк, технологии Машинный парк Все осталось на прежнем уровне Сегодня, если, скажем Взять область нашу Я говорю Там мы не думаем О яблоках, о бананах Мы их не производим Мы говорим о картофеле О молоке О яйце О мясе То, что мы О овощах То, что мы можем Реально произвести И заместить Вот По нашей любимой картошке Камрино-Холмогорский Наш картофель И так далее На самом деле, да И как раз районы Которые Имеют право То есть, не то, что имеют право Подтвержден наукой Что эти земли Скажем У нас, они в министерстве Это все знают прекрасно Эти земли И вот Холмогорский район Часть Приморского района Север Плесецка Это для картошки Все южные районы Это для зерновых Да, и мы там В 10-м, в 11-м году В 11-м И посеяли зерновые И получили Достаточно неплохой Врожай Но потом, к сожалению Программа рухнула Вот Надо было бы ее Конечно, возобновить Сейчас есть понимание В руководстве области Что это будет возобновлено Слава Богу Так вот, вернуться к картошке Значит, 160 тысяч тонн Мы производим Где-то 120-130 Значит, я все Про население говорю Да, я могу ошибиться Плюс-минус тысяча Не больше Значит Мы говорим о том, что А можно ли вот это Еще 60 тысяч добавить Да? Да, можно Ну, перейдем на ГАЛ Вот то, что мы там 130 дней раз Я беру средний по урожайности 4 тысячи ганна Давайте сплажим Минимум А мы Каждый год Если там 100 гектаров увеличим Мы кричим, что это нормально Да, не нормально Надо камень А если учесть Что надо Трехпольный севоборот На три умножаем А если ввести эту землю В оборот Надо как минимум 50-60 миллионов рублей Чистой Чистой дотации Сегодня взять Министерству Где-то взять Уже Дмитрий Вячеслав Вряд ли где-то возьмет Нету таких средств Надо честно сказать Чтобы просто На два года дать Потом отдача будет Через два года Федерация Правда тут говорит Что с 15-го года Значит будет у нас По гектарной субсидии Значит Добавлены С учетом интенсивности Возделения площадей И так далее Но это пока Вот я тоже вчера смотрел Досконально И с Москвой разговаривал Пока это опять На словах осталось Хотя было Вот полгода назад Что да Это все было В концепции заложено Может быть сейчас Будут Как они сказали В октябре месяце Все будет там Революция Будет все это смотреть Для севера Отдельной строкой Ну слава богу Если это будет Дай бог Опять же я говорю Что вот Представляете Обвести Вот Борис Неваправин сказал Для села это что Земля Основной актив Плюс есть Молочные Это коровы Основной актив То есть На это надо Упор делать И обновить стадо Коэффициент На предметение стадо У нас слабый В общем там 10-20% Всего от села Надо в два раза Увеличить Племь предприятий Практически раз-два И обчелся Нету практически Поэтому Сегодня Чтобы увеличить И молоко И картофель Надо заниматься Землей Надо заниматься Технологиями Надо упор делать На племь Животноводства В принципе Надо В общем-то Я убежден Уже вот По опыту Значит Фермерские Наши хозяйства Личные Пособные Хозяйства Сильно погоду Ближайшую перспективу Не смогут сделать Поэтому Здесь надо думать Значит Во-первых Огромные расстояния Бездорожье И так далее Это же Ну даже не Вологодская область Понимаете И себестоимость Эти все тарифы Корма привезти Железнодорожные Подачи Уборки Опять Минимум 7-8% Добавляется Теплоэнергия Вот по последним подсчетам Речь ввели о возобновлении Деятельности Ниану Скортизфабрики В три раза Возросла за один год Инвестору Притаскиваем сюда Вот вчера Разговор был допоздна Все как черти бегут Как только посмотрите Эти цифры Значит Как черти бегут То есть Вот эти направления Господдержки Надо Министерству Поменять Значит Я думаю Что они это сделают Вот Имей на упор Надо сделать На то Чтобы Мы понимаем Нет частных инвестиций Нет Роста экономики априори Как таковой Просто ее нет Не будет Это всем тоже известно И просто инвестор сюда В область Тяжело идет Потому что нет Бизнес-климата Нормального Прозрачного Понятного Правил игры Нету Таких Нормальных Поэтому Это Я считаю Перспектива Такая у нас В области Есть На 2-3 года Чтобы там Полностью импорта Заместить Мы конечно Вряд ли сможем Но вот эти продукты Которые я сказал Мы можем Нарасти Скажем Вот По яйцу Мы можем Закрыть полностью Значит По Картофелю Ну я бы Сказал Это 3-4 года Минимум Повторяю Минимум Притом Даже надо понимать Что еще и людей Надо найти Вот сегодня Специалистов Главные Сегодня к сожалению И кадры И потенциал Вот По области Вот 10-й Мы их сильно Мониторили В 11-м году Эти точки роста Искали Значит И с техникум Договорили Что мы будем Специалистов Готовить Для них Жилье Строить И они будут Приезжать В эти районы Где мы Наметили точки Их у нас Было 9 районов Муниципальных Образований В области Где мы И жилье Начнем Строить И точки роста Эти Ну опять Это тоже Средство Надо И насколько Я знаю Что сегодня Дмитрий Сказал Что вообще По этому Поддержку Там осталось Что-то Или по газу Сняли По всем остальном Да Я боюсь И ошибиться Но что-то Там снялись Осталось Чуть-чуть По молодым Специалистам Вы имеете ввиду Ну вообще В комплексе Вот это Соцразвитие села Соцразвитие села Там осталось Частично Ну частично Вот Ну тоже Вот Это такая Кропотливая Тяжелейшая Работа Надо там Пахать День и ночь Что касается Вот интересный У меня еще Поставка Продукцию Бюджетную Сферу Как нажимать кнопки На компьютер И играть в эти Игрик Да Вот поставки Сегодня Общественная палата Россия наконец-то Говорит Что надо Отечественные Местные Поставлять Кстати Как и Европа Я был в пятом году Там все эти поставки Идут от местных Там Боже упаси Чтобы где-то Пункты Как бы мы ни Крутили Наше Село Производит Молока 33 с половиной Тысячи тонн В год Селяне Да ЛПХ А мы Заготавляем Всего пять С копейками Заготовительные Пункты Да Ну можно По всем Говорить Там Люди Сами Выпивают На селе Это молоко Да Восстановлению Или Оснащению Пусть это будут Индуальные Предприниматели Пусть это будет Просто малый Средний бизнес Пусть будет Это там Та же потребка Операция Упор Мы на ее Делаем Не важно Важно то Что мы им должны Помочь В оборудовании В оснащении И так далее Да Вот Но мы Даже вот Лишуковском районе Просили Просто На Вот на базе Уазика Молоковоз Такой маленький Который там Бездорожье Все остальное Мы там Ходили Там Эти все территории Ну Не успели Надо Вернуться К этому Это очень Такой серьезный Момент Потому что Люди говорят Мы И свеклу выросили Вы только в нас Заберите Это все Хозяйство Поэтому Есть много Точек роста Просто Тут можно Целый день Разговаривать Значит Искать И Чтобы нам Очень широкий Круп Тем не брать Понятно Что вы В основном Как бы Апеллируете К помощи Государства И Особую Надежду Возлагаете Именно на Какое-то Дополнительное Финансирование Которое Возможно Появится Я бы хотел Михаилу Сергеевичу Передать слово Как представителю Как раз Таких Фермеров Которые На своих Ключах Очень много Выносили И выносят До сих пор Как вы Оцениваете Ситуацию Михаил Ситуация Как Оценивать Все В принципе Коллеги Достаточно Хорошо Доложили Единственное Что Хотелось Добавить Вообще Исторически В Архангельской Области Можно Производить Практически Все И Значит Даже Яблоки И то У нас Растут В садоводческих Товарчествах Значит Прекрасно И В начале 20 века Даже Вот У нас Тут Все Производили Самостоятельно Сейчас Вот Понятно Что Министерство Торговли Отчитывается О больших Объемах Продукции Которые Поставляются Вне Из Пределов Архангельской Области Но Львиную Долю Потому что У нас Здесь Так получилось Что Ничего Не Производится Почему Мы Все В сельском Хозяйстве Уповаем На Какую-то Господдержку Потому что Очень дорогое Оборудование Для производства Сельхозпродукции Там Самый Простой Трактор С оборудованием Он Под полтора Миллиона Стоит Новый Поэтому А уж Переработка И того Больше Поэтому Для того Чтобы В одночасье Что-то Там Получить Мы можем Вот Еще во времена Столыпина Архангельская Область Вместе Значит С Вологодской Завалила Всю Европу Маслом И сыром Творогом Это все Можно и сейчас Производить Но К сожалению Опять же Нету этих Средств Губернатор В своем послании Значит Последним Сказал Что будет Упор делать На Малый бизнес Но К сожалению По малому бизнесу У нас Вот По программе Начинающих Фермеров Идет Вот там От 13 До 15 По моему Грантов Всего лишь В год То есть Это Совсем Мало Вот На будущий год Мы ожидаем Что наконец-то Заработает Программа Поддержки Семейных Животоческих Ферм Но там Тоже Речь идет О двух Трех Фермах Наверное Не более Того У нас На сегодняшний День Получается Так Что Предприятия Которые Получают Господдержку От Органов Власти Практически Их количество Наверное Уже Скоро Сравняется С количеством Чиновников Которые Контролируют Сельское Хозяйство Имеется Ввиду Чиновников Областного И районных Уровней То есть Всего-то На всю Область По-моему 150 Что-ли Предприятий Которые Получают Сколько 273 Нас 26 Человек Приближается Вот Уже У такого Гиганта Как Любовской Убодина И то Проблема И тут Уже Во всех СМИ Ко дню Сельского Хозяйства У нас Пришла Такая Информация Что Ставится Вопрос Чуть ли Не О закрытии Предприятий Ну По крайней Мере Сокращение На самом Деле Конечно Количество Сельхоз Предприятий Когда мы Приезжаем В любой Район Области И там Сельхоз Предприятий 4-5 Всего лишь Штук На каждый Район А сами Знаете Наши Районы Они Размерами Ну Со средней Губернии Российской Федерации Это Никуда Не годится Тем более Что Потенциал Есть У нас В каждой Деревне Можно Пчелу Разводить Птицу Разводить Ягоды Собирать На худой Конец Которые Пользуются Спросом Ведь Потенциал Архангельской Губернии Выше Чем Мурманской Вологодской Республики Карелия Ненецкого Округа Вместе Взятых Но Там Взяли Приоритеты Допустим В той же Карелии Там Приоритет У них По Разведению Значит Построили Завод По переработке Ягод Значит Поставили Задачу По развитию Малых Форм Развития Рыбоводства Каждое Озеро У них Там На сегодняшний День Рыбу Выращивают У нас Этих озер Еще больше Но К сожалению Предприятий Нету Потому Что Не хватает Оборота Не хватает Денег Даже Самые Дешевые Кредиты В банке По 22% Годовых И ты приходишь Берешь кредит И тебе уже Через несколько дней Надо Начинать Отдавать А Сельхоз Предпринимательство Оно чем Отличается От других Здесь же Нету Как Вот Подстриг Человека Получил Денежку Здесь Купил Животное Пока Оно тебе Даст Доход Пройдет Год Два А то И три года Пройдет Да еще И вложения Большие Поэтому Нам Нужна Конечно Программа Мы ведь Не просим Даже Просто Вложений Каких-то Мы просим Возможности Действовать Раз уж Мы сейчас В Евросоюз Как бы Там Общее Экономическое Пространство Это Европейское Вашляпе ВТО Мы просим Хотя бы Приблизиться К этим Нормам Которые Там Есть За рубежом Если вы знаете Практически Весь бизнес Значит Сельский Это Фермерство Что такое Фермерство Это Прежде всего Заселение Территории У нас Такое же Если Населения Нету Фермера То Это село Долго не Простоит Там Закроется Школа Закроются Все остальные Здания Нечего Там будет У нас До сих пор Во многих Сельских Поселениях Все на фермере Держится Он и дорогу чистит Он и продуктами Снабжает И все Вот его убери И там ничего Больше делать Нечего И у нас От области Что останется Поэтому мы просим Действительно Создать какую-то Программу поддержки И прежде всего Малых форм Потому как Крупные формы Нам здесь Развивать Крайне Невозможно Это большие Просто траты Соответственно Вот Это основная Задача Опять же Всегда говорят Что денег нет Архангельская область Практически В тяжелом Очень ситуации Величина Госдолга На сегодняшний день Там на 15-й год Уже 40 с лишним По-моему Миллиардов рублей Практически Скоро Приблизится К величине Общих доходов Области Но даже В этих параметрах Нам надо Наверное Как-то Посмотреть В том же Бюджете Министерства Сельского Хозяйства Может быть Как-то Посмотреть И выделить Определенные Средства На увеличение Видов Поддержки Малых форм Тем более Что они Еще на Каждый рубль Областного Бюджета Придет Рубль С федерального Бюджета Михаил Сергеевич Понятно Что все Заинтересованы В государственной Поддержке И большие Надежды Возлагают На бюджетные Мы просим Дать на время Под Льготное Какое-то Это самое То есть Создать Областной фонд Который Мог бы Кредитовать Нужные Точки роста Да Я В связи с этим Как раз Хотел бы Перескочить Мимо Двух Прекрасных Дивушек И сразу же Передать слово Андрею Александровичу Как представителю Квантовского Сектора Вот Слышите Андрея Александрович Люди Хотят денег Ну Что хочется сказать Что в данной Ситуации Сбербанк Не снижает Объем кредитования В принципе То есть Мы как кредитовали Так кредитуем И в том числе Сельхозпроизводителей И даже в этом отношении Для сельхозпроизводителей Есть специальные программы Кредитования Если допустим Средний срок кредитования В прочих отраслей До 60 месяцев То именно Для сельхозпроизводителей До 84 месяцев Это первый момент Второй момент Есть конечно И долгосрочные кредиты Такие как Бизнес-недвижимость Бизнес-инвест Более длительные сроки То что касается Процентных ставок То что вы озвучили Я хочу вам Так и для информации Сказать что В принципе это не новость Сбербанк работает С Республикой Беларусь По программам кредитования И технику приобретать Можно Производство Беларусь Производителей По льготной статке Там ставку Центробанка Ставку рефинансирования Производитель Беларуси Компенсирует Поэтому ставка На приобретение Данного оборудования Она Вот то что вы озвучили Она скажем так Почти в два раза меньше Почти в два раза меньше Поэтому В принципе я говорю Что и Сбербанк И другие банки Активно очень работают С малым бизнесом В том числе И с их производителями Единственное что Вот почему-то Исторически сложилось Что наибольшая активность Это южные районы Вельск, Котлас И как ни странно Ниньский автономный округ А вот то что касается Принимателей И производителей Архангельска И близких районов Ну как-то вот Сколько я не беседую С клиентами Активность Достаточно Небольшая Низкая активность Да Поэтому я хотел Потому что в них Уже государство вложилось Помогло им Создать залоговую базу А без залоговой базы Ведь нечего там и делать Хорошо Залоговая база Другой вопрос У нас есть Институционная компания Архангельск Которая дает Своё поручительство Ну конечно За отдельную плату Так как в том-то и дело Отдельная плата Ну в принципе У нас Еще раз повторяю Мы работали И работаем И все равно Есть предприниматели Которые Привлекают кредиты И успешно развиваются В частности И в сельском хозяйстве И в сельском хозяйстве И в сельхозпроизводителе Поэтому Как бы Если вот кому интересно Можете в принципе Зайти на сайт Сбербанка Там вся информация выложена И в том числе По программе Беларусь Сейчас активно идут Различные Тендерные Конкурсные Процедуры То есть предприниматели Обращаются за гарантиями Для участия в этих процедурах Сбербанк Также вот В последнее время Упростил процедуру Выдачи банковской гарантии На участие в тендерах И в конкурсах аукционных Поэтому Как говорится Сбербанк В этой ситуации Старается максимально Помочь Ну мы бы хотели Вот со Сбербанком Наладить контакты К сожалению Вот сколько раз мы ходили Там какая-то неразбериха Все время там Не можем найти концов Чтобы проконсультировали Все отправляют на сайт А колхозникам На сайте очень сложно Я вам контактую даму Лично к нему подойдете И мы с вами все проговорим Спасибо большое Александр Александрович Видите как полезно встречаться Бывает в редакции Нашли друг друга Два человека Которые заинтересованы Друг друге Я немножечко Сейчас с этой стороны Тогда запущу вопросы Любовь Леонидовна Как представитель Как раз таки Перерабатывающей промышленности Ваше мнение Как вы считаете Есть ли дополнительные возможности Ну вот мы Очень интересную тему Затронули Например с фермерскими Хозяйствами Да и с местными Производителями Есть ли дополнительные возможности Сейчас для них Чтобы наращивать Производство С вашей точки зрения Ну я скажу вообще откровенно Да и не нужно быть Очень такими наивными Санкции ЕС У нас на год Да То есть до 6 августа 2015 года Вероятнее всего Они закончатся Гораздо быстрее Чтобы было импортозамещение Это 4 там года нужно Да Потому что Даже увеличение поголовья Допустим коров Да Корову нельзя Как бы так быстро взять И чтобы она еще И начала доиться Да Ну это просто смешно Она должна вырасти Ее нужно закупить Она должна вырасти Потом она должна родить И потом она начала Добивать молоко Да То есть это нужно понимать То есть и вкладываться Допустим в развитие Каких-то там бизнесов Это тоже достаточно Рисковое мероприятие Почему С той точки зрения Что завтра Они отменят Санкции Да Хвынул поток Импортной продукции Да Пошел дисбаланс По ассортименту И все наши вложения Тут же лопнули Вот просто так будет То есть это нужно понимать Потому что Конкурентоспособную Продукцию Произвести Сейчас очень сложно Да Вот То что касается Нашего конкретно Предприятия ОАУ молоко Да Которая Тоже ощущает на себе Определенное все-таки Влияние санкций Да Ну на 8% У нас Подорожало Сырое молоко Это связано Ну с момента Введения санкций То есть как говорили Да Тут и сезонные И тут как бы Это типично Нетипично Это даже сложно говорить И в том году Например это было Плюс 30% Там повысилось Было сезонные И там сложно Как-то вот тут Спекуляция Не спекуляция Там это Дело как бы другое Да Мы как Предприятие Которое все-таки Оказывает значительное Влияние на ценовую политику Да По молочным продуктам Вот Мы со своей стороны Обещали Что мы на этой ситуации Спекулировать не будем И мы на ней не спекулируем Да Мы цены поднимали Последний раз в апреле Сейчас у нас Мы уже напряжены До предела В плане того Что Конечно у нас В реконструкцию Уже Скажем так Более 400 миллионов Вложено Собственных средств Более 400 миллионов Мы поменяли оборудование Мы изменили ЦХ И кто у нас был Видели наглядно Как мы изменились Это нам дает возможность Все-таки И ресурсосбережения Какое-то Да Уже получать И какие-то дивиденды Начинать уже с этим Как-то жить И работать Вот У нас В значительной мере На нас Оказало влияние Это курс евро Потому что у нас Оборудование Итальянское Голландское Да Упаковка у нас Вот тот же Минидайминг Вы видели Наверное Йогурт радостный Да Голландский То есть это Все конечно Сказывается На себестоимости Продукции Да И вопрос этот Стоит Остро По ценам На самом деле Ну на данный момент Мы понимаем Свою социальную ответственность И мы цены держим Далее значит У нас В холдинге Имеется Торговый дом Архангельская Молочная компания Которая продает И продукции ОАО молоко И продукцию Нашего же Там Архангельвода И других Да Вот У нас Конечно Вот что бы хотелось Отметить Это сложность С сырами Потому что мы Продаем сыры Да И вот с сырами Это повышение цен Плюс 27 процентов Переориентация На Белоруссию Да Это То что Сыры Дорожают Это одно Но их не хватает А какая ситуация В Белоруссии Да В Белоруссии В общем-то Государственное Регулирование цен Да Молоко там Дешевле Всегда было Вот Для производства сыров Требуется много молока А так же Как и для производства Сливочного масла Чтобы килограмм Сливочного масла Произвести Это требуется 20-22 килограмма Сырого молока Да У нас Когда падающие объемы По производству молока Да Мы не можем здесь начать Например Производить сыр Вот Поэтому у нас Зависимость есть От Белоруссии Ну В высоком ценном сегменте Еще идет От Там Ну В Германии Производила Там Вот Поэтому На полках торговых сетей Сыры представлены Вот Сыры подорожали Конечно Но они есть То есть мы В общем-то Тут не Живем в проглоте Кроликов пока еще Не собираемся Разводить на балконах Да И корову Около Подержать Поэтому Никаких В общем-то Таких Вот Это больше Санкции ЕС Это вот тема Для обсуждения В журналистике Да Живая такая Тема Для обсуждения Ну на самом деле Ничего такого не будет Мало того Я скажу Что с 1 апреля У нас Квотирование Ведь идет в ЕС По производству молока То есть квоты Будут сняты ЕС Они готовы к тому Что у них будет Увеличено производство Да То есть мощности У них под это дело Уже заготовлены То есть сейчас Никто не будет Ждать Как бы Да 6 августа 15 года Отмена этих санкций Я думаю Что Ну это мое сугубь Личное мнение Да Я думаю Что сейчас уже договорятся И все это дело Придет В норму То есть европейские Производители Готовы вернуться Еще в большем объеме В нашей рынке Правильно понимаю? Ну они Весьма неплохо Себя чувствовали На нашем рынке Они готовились к этому Удару до санкций Да То есть германская Молочная промышленность Она модернизировалась Нам практически удвоилась Объем производства Потенциально И помешали санкции Отмена санкций И потому что Наш рынок Был завален Просто дешевым Молоком Да И здесь конечно Это угроза Да И это угроза Ведь и рассматривались И говорили мы И относительно ВТО Да Быть конкурентоспособным Мы например Наши предприятия К этому готовятся Да Мы готовимся И лояльность к маркам Развиваем И там И ассортимент Приводим в порядок Чтобы конкурировать Успешно Да И ездим на федеральный конкурс Чтобы себя смотреть Относительно Других региональных брендов И международных Торговых марок Продуктов Да То есть как мы выглядим На их фоне И мы видим Потому что в принципе Мы не уступаем Вот И выигрываем Поэтому Ну вот Относительно Вот этой ситуации Могу сказать Мы же стали еще фермеры Да То есть это тоже важный момент То есть у нас есть Свои предприятия Сейчас в Вельском районе Вашская И Знамя Победы И у нас сейчас получается Уже вертикально интегрированный Холдинг Да 30% Сырого молока У нас уже все-таки Собственными Скажем так Ресурсами обеспечивается Мы в этом направлении Двигаемся У нас не получается С Хомогорским районом Да Почему Это вот К теме Которую уже затрагивали Почему не получается Потому что хотят Чтобы мы вложились Но при этом Мы не имели влияния Ребята Если мы хотим Вкладываться И инвестиции Какие-то иметь Да То 51% Контрольных акций Мы должны управлять Своими инвестициями И вот это вот конфликт Да Такой вот Ну вот Когда вот Будет у нас Сельское хозяйство Понимать Что как бы Инвестор не будет Просто так дарить И вот ждать Господдержки Да Ну что Понимать Что нужно быть в рынке И может Вот еще деньги Пожалуйста Смотрите Вопрос инвесторов Сразу нашли Маленькие фермеры И не нужны Давайте мы закончим Сначала По кругу пройдем И потом перейдем В дискуссии Хорошо Если вы не возражаете Я хотел бы Анастасии Владимировны Передать слово И озвучить Тоже вопрос Который нам Довольно часто Задают наши Зрители и слушатели Это Вот эта ситуация Которая сейчас На продовольственном рынке Она привела К появлению Новых поставщиков Какие-то местные Появляются Из экзотических стран Начинают возить продукты Которых у нас Раньше не было Сейчас вот говорят Мясо крокодилов Скоро к нам будут заводить С Филиппинских островов Да Как вы Как представитель Надзорного органа Оцениваете эту ситуацию Нет Не существует ли угрозы Что из Китая же Да Разрешили сейчас импорт мяса Не существует ли опасности Что будет На наши полки Попадать то Чего нельзя есть Ну В любом случае Управление Распотребнадзора По Архангельской области Как осуществляло Так и будет осуществлять Надзор Именно за безопасностью Продукции Которая поступает На территорию Архангельской области Это мы делаем В рамках надзорных мероприятий Как плановых Все плановые мероприятия Соответственно Мы сейчас Более Может быть Больше Увеличиваем объемы Отбор проб Непосредственно Лабораторные исследования Проводим Та продукция Которая в том числе и новая Та продукция Которая по санкциям Где введено Как раз В течение года Ограничение поставок На территорию Российской Федерации Но по мясу крокодилов Мы еще с этим не сталкивались В рамках надзорных мероприятий Хотя надзорные мероприятия Проводятся все время Но у нас Тот, кто перереагирует всегда Это кто? Потребитель Соответственно Потребитель обращается К нам с заявлением И все заявления Рассматриваются Проводятся надзорные мероприятия Отбираются пробы И соответственно Там уже будет видно То есть какая реальная продукция Есть на рынке У нас в Архангельской области Ну например Что у нас было В период введения санкций Самое начало Наверное все помнят Это ВОЗ и запрет ВОЗа конфет Рошен Украины Здесь наверное просто То что потребитель Больше всего знал И на что более всего Обращалось внимание Как раз с этого все началось К нам были такие обращения Мы выходили с надзорными мероприятиями Но в итоге оказалось Что на самом деле Ну по крайней мере у нас На территории города Архангельска Рошен украинские Не продавались Продавалась Липецкой фабрике И то есть Марка да Рошен Но она Липецкой фабрике Производится на территории Российской Федерации ВОЗ не запрещен То есть нормальные Хорошие конфеты Вот Ну в рамках надзора Сейчас у нас Мы работаем В соответствии с Приказом руководителя Федеральной службы Изданные на основании Указа президента О запрете ВОЗа В Российскую Федерацию На один год Сельскохозяйственной продукции Сырья и продовольствия Вот о чем только что Да, Кра сейчас говорили С конца августа Мы начали такие надзорные мероприятия У нас уже проведено 36 надзорных мероприятий Выявлено соответственно нарушения Уже составлено 8 протоколов Два из которых передано в суд на рассмотрение Минимальный штраф там Начинается от 100 тысяч рублей Но они сейчас на рассмотрение в суде Вот Исследуем мы пробы продукции Непосредственно импортной продукции Которые по санкциям 73 пробы исследовано Три продукции Не соответствуют По микробиологическим показателям Например это крем Германский Грудинка вареная копченая Домашняя В Венгрии произведена И сыр Дания Четыре пробы молочной продукции Как раз сыры Производства Дания Финляндия и Италия Различных марок Не соответствовали По показателям идентификации Соответственно Смотрим Контролируем Думаю Что потребитель Активен Достаточно А если Попадет мясо Крокодила То соответственно В первую очередь Я думаю потребители Сразу же обратятся В Роспотребнадзор С данной Информацией Если только Попадет мясо Крокодила Там как раз Исследуем На показателе Идентификации Анастасия Владимировна А что касается Продукции наших Местных производителей Нет было За последнее время Замечаний Претензий Ну здесь Мы на самом деле В основном Диагностика Это по Жалобам потребителей Да И то есть Если потребитель Приходит Соответственно В магазин И видит продукцию Или покупает продукцию Домой приходит Она некачественная В том числе На местного производителя Тоже жалуются Нельзя говорить о том Что на местного производителя Жалоб нет Но уровень один и тот же То есть здесь нет о том Что с момента Ведения санкций Количество жалоб Увеличилось Или уменьшилось Но на постоянном уровне Можно я добавлю? Да конечно У нас было заседание Координационного сайта По торговле Он у нас ежеквартально Проходит И Тарас Иванович Который заместителем Буководителя является Он докладывал как раз По качеству Реализуемых продуктов В том числе И вся информация Если это кого-то заинтересует Она размещена На сайте правительства Этот доклад И кто из местных Товаропроизводителей Попался На некачественной продукции Там тоже Так же отражено Поэтому действительно Наши предприятия Тоже попадаются На некачественную продукцию И там у нас конкретно Прямо по предприятиям Попробуем И прямо по предприятиям Позвольте мне Откомментировать Потому что я тут пытался Конспектировать Некие мысли Основные наши предприятия Докладчиков Просто чтобы не было Петилюзий Или заблуждений Мифов Услушателей Первое Владимир Михайлович Вадим Иванович Прошу прощения Владимир Михайлович Базы нет Базы нет Технологии нет Все очень плохо Нечего толкнуться Месседж основной Нам надо где-то взять 50 миллионов на гектар Взять Не на гектар вообще Ну в любом случае взяли Мы понимаем Что в бюджете Сейчас это не взять Бюджет сложный Значит Мы проводили Скажем так Концепцию Мы понимали Что всегда будет Некая проблема Проработчиков И Переработчиков И производителей Всегда будет Отличный спор По цене Всегда будут Недовольны И так далее Мы стимулировали Я как бывший Сотрудник В том числе Молока Начиная этот процесс И понимая Что господам Необходима Сырьевая безопасность То о чем говорила Сейчас Любовь Леонидовна Мы это просто Мягко так скажем Так стимулировали И на текущий момент Не только молоко Но и остальные Наши предприятия Крупные переработчики Молока Значит Имеют В своей собственности Либо аффилированные Структуры Именно по производству Сельхозсырья Значит Это Приводит к чему Первое Вопрос Перераспределения прибыли Внутри этой цепочки Да он более уже адекватен Он не упирается Если раньше был такой миф Или может быть не миф Кто как работает Что вся прибыль Остается у переработчика Теперь она в принципе Тонким слоем Размазана По всему этому Управлению И на текущий момент Тот же Вашская Модернизируется достаточно успешно В том числе и роботизируется Просто туда необходимо Наверное приехать И посмотреть Ну вообще в принципе На любое предприятие Вельского, Устьянского района И в том числе и фермеры Типа вот Витков на воду Вашенкурса Там и так далее Так что Отталкиваться есть от чего И отталкиваться В данном случае Необходимо от На мой взгляд Переработки Тот объект Который имеет ресурсы Компетенцию А не демагогию Значит Желание И деньги Причем даже не занимаясь в банке Он не ходит в банк Хотя банк очень ждет этого Дальше Поставка продукции В бюджетку С фермеров Есть 88 ФЗ 88 ФЗ Техрегламент на молоко И молочную продукцию Принятые 3 года 4 года назад Где сказано Сырое молоко Продавать нельзя В принципе Тем более В бюджетку Правильно говорю? Правильно Так Хорошо Есть техрегламент Теперь на мясо Таможенного союза Он издан И в принципе действует С 1 мая Этого года Физически не может Школа По контракту Принять молоко Непаркетированное Либо мясо Которое ветеринар Не посмотрел На принципе Это и наверное Сродни самоубийства Кормить детей Я сам как бывший Руководитель колхоза Знаю что это за риск И никогда бы этого Наверное не позволило Забивать скотину Вы говоря в каком-то там месте Да Потом сдавать В садик Или в школу Значит и Вот эта проблема Фермерства Да Вот вы говорите там Что Молоковоз Взять Пустить Собрать По ведру Внабить И отдать Все это На молоко Я думаю Что этот молоковоз Будет развернут Сразу же От проходной Потому что Когда в один чан Знаете как в Габрово Решили водки попить Каждый пьет по ведру Оказалась вода То же самое происходит У нас В Норвегии Там схема работает Когда очень много Частников Съездит в молоковоз Собирает там Это молоко Привозит на завод Который принадлежит Этим же частникам На текущий момент Если такой молоковоз Приедет на молоко И будут взяты пробы Скорее всего Там будет в лучшем случае Второй сорт Если не сортовой Правильно говорили бы Если еще не завернут Потому что у нас Очень серьезные Требования То есть Фермерское хозяйство Уровня допустим Виткова Да С роботами Оно безусловно Развивается И работает на внешний Некий рынок Ну скажем так Внешний То есть на крупных Переработчиков Фермеры Которые работают В сложных условиях И имеют локальный рынок Они тоже успешно развиваются Но к сожалению Они не могут работать С нашими переработчиками Михаил Сергеевич Говорил о том Что можно выращивать все Вообще можно выращивать все Согласен полностью И мы выращивали все раньше И Старая гвардия Об этом всегда напоминает У нас же было и льна столько И коров столько И колосились поля Коллеги Какова себе стоимость Если даже в Вологде Центр производства льна Не выращивают лен И там озаряются подприятия То есть для того Чтобы Наши фермеры Наши стопоставропроизводители Они учли считать деньги Слава Богу И они считают И знают Что выгоднее Посадить Допустим Ячмень И снять ее На зеленый корм Засилосовать Либо там И произвести комбикорм Либо при текущей цене Комбикорма готового Привезти его Либо привезти Компоненты комбикорма То есть зерно Отдельное и так далее С ним приготовить Это нормально В выручных условиях Когда границы Все-таки Подстерлись С советского периода И когда один Субъект Отвечает за производство Одного Виды продукции Другой за другой И вот теперь Мы подходим К самой забавной Нашей проблеме Что Архангельская область По сельскому Производству Конкурентоспособна Буквально В нескольких Отраслях То есть это В первую очередь Молоко Потому что исторически Как бы мы это делали И на самом деле Пастеризация Короткий срок хранения Съедает Да Логистика Мы здесь будем всегда С пастеризацией Второе Значит это Яйцо Более-менее Как бы мы еще можем С учетом Вот того что Есть газ С учетом того что Есть логистика Жизнодные пути И так далее Третье Это картофель Но опять же Больше своей части Интереснее Работать на Семенном Элитном материале Это уже более Наука Чем на товарном Товарный сейчас Стоит Слава богу Мы его продали 15 рублей Наверное на Маргаритинке За килограмм 18 рублей А в магните Закупочное Картофеля Порядка 9 Даже То есть таким образом Получается И слава богу Повторюсь Что наши Сельхозтоваропроизводители Умудрились Картофель По этой цене Продать Поэтому Можно выращивать Конечно же все Но Экспериментами Заниматься Не очень хочется Особенно На счет бюджета И озера Рыба В Карелии есть Ведь не каждое озеро Мы как раз Вчера Разговаривали С специалистами Которые Вот в Катунино Занимаются форелью И большие вопросы С этим были Да Поддержки Не каждое озеро Подходит для выращивания Рыбы В Карелии Да То есть там есть Логистика В первую очередь Нужна дорога Банальная к озеру С электричеством Хотя бы Во-вторых Нужен определенный баланс По кислороду По азоту И по температуре И по глубине У нас таких озер К сожалению Не так много Как хотелось бы Поэтому Рыбой мы будем заниматься Но только В тех масштабах Которые позволят нам Наша природа Что называется Наши озера Ну и в отношении Крупные препятствия Большие траты Вообще комментировать не буду Потому что Вот есть опять же Любовь Леонидовна Которая В холдинг Который она Представляет Управляет Двумя крупными предприятиями Сельхозбизнеса Ну третье место Занимаем И себестоимость Производства молока На нем Вот Скажу Допустим Заграфирную Вельскую Самое крупное предприятие 17 рублей 24 копейки Это Ну естественно Себестоимость Вот Отгрузочная цена Меньше Кстати Спасибо Субсидиям Себестоимость Производства молока У фермера Я думаю Будет несколько выше У вас наверное Другие Можут быть цифры Ну и Вот по Управлению Роспотребнадзора По Архангельской области У нас Очень большие вопросы К этому ведомству Написали Однократные письма И не только у нас Но у всех Сельхозтоваропроизводителей В первую очередь Проблема не в том Что придет На наш рынок Естественно Мы экзотики Типа крокодилов Не увидим Скорее всего Там и прочее Вот это Может быть Для прессы интересно А суровая Обыденность Которая Которая не повлияет Санкции Санкции Случается в том Что в некоторых Магазинах 80% Продукции Фальсифицировано Фальсифицировано Как вы сказали По Указательной идентификации Указательной идентификации Да Ну мы имеем ввиду Допустим Жиры немолочного происхождения В наличии Рассидемных жиров Которые 80% В торговой сети Вы представляете Объемы И Я получаю Пачки писем На наши запросы И от АПП И от Вопросов Сельхознадзор Что Как правило Так происходит следующим образом Ребята Подписывается Да Структура Да Фальсифицировано Но Продавец Честно Заблуждается Откровенно Заблуждается Мы не можем привлечь Мы не можем привлечь Хорошо Давайте найдем Изготовителя Этого продукта А вы знаете Он находится В Белгородской области Давайте мы направим запрос В Белгородскую область Направляясь запрос В Белгородскую область Тут приходит ответ А такого производителя По данному адресу Не существует И когда В Москве Магнит Метро Торгового Сам метро Огромную федеральную сеть Роспотребнадзора Штрафовал На гигантскую сумму За торговлю Именно фальсификатом То я удивляюсь Почему мы-то не можем От этого делать А у нас сейчас По новому Техрегламенту Торговая сеть Витнесет Такую же ответственность За продажу Фальсифицированной продукции И так и производителя Мы бьемся Мы бьемся Над этим вопросом давно Причем совместно С переработчиками И сельхозтоваропроизводителя Потому что Эта фальсифицированная продукция На априори дешевле И она попадает В сельсифицированной Самое страшное В больнице И теряется смысл Сетки покупать Продукцию Местного сельхозтоваропроизводителя Он лучше купит Из Извиняюсь Ладно Нафталина Производство Там ООО луч Так что Мы Конечно Я понимаю Что у Распреднадзора Свои есть вопросы В том числе Касающиеся штатной численности То есть Нет специалистов Нет Очень много проблем И у нас И у вас Но Мы на самом деле Создали структуру Именно общественного контроля Которая готова Заниматься Этими вопросами И Она же Все Как говорится Носят в клюве И нам И вам А нам Просто надо Исполнить Свои Мне кажется Вот Обязанности Которые Должило государство Ну вот Наверное Все Ну я бы хотел Поправить Несколько Все таки Дмитрия Ленидовича Значит Когда вот Говорится о том Что маленькие Фермерские хозяйства Не Экономически Не выгодны Потому как Стоимость Производства Там Ну того же Молока Либо другого Продукции Значит Выше Чем в крупных Хозяйствах Вы Не указываете О том Что в крупные Хозяйства Деньги Вкачиваются Уже последние Лет 20 А то и 30 А фермерские Хозяйства Появляются С нуля Без всякой Поддержки Государства Конечно Может быть На какой-то Период Оно и Дороже Стоит Но если Так вот По такому Пути Идти За границей Куда Вкачано Еще больше Денег Там конечно Дешевле Еще молоко Или другое А во-вторых Рентабельность Конечно По разным Видам Сельхозпродукции Оно От объемов Происходит Поэтому мы Не просимся Значит Каждую флягу Молока Продавать Во молоко Это должно Происходить Как и во всем Европе И везде Значит В цивилизационных В цивилизированных Странах Это должно Происходить На месте Маленькие Фермеры Должны объединяться В маленькие Свои С бытовые Кооперативчики Сейчас Федеральный Министр Федоров Уже вот Два года Продвигает Идею Именно того Чтобы Создавались Везде Вот эти Маленькие Сельхозкооперативчики На федеральном Уровне Выделяются Сейчас средства К сожалению И здесь У нас Эта программа Тоже не софинансируется Ввиду того Что вот Бюджет Не предусматривает Вот этих трат На то Чтобы Ну На рубль Если есть рубль В областном бюджете Еще деньги придут С федерального Если В областном бюджете Этих денег нету То и с федерального Ждать нечего Соответственно Куда Вот Кто соберет По ведру Молочка Там Значит По мешку Картошки От мелких Фермеров Да никто не соберет Если Не создать Эту структуру Хранения Переработки И реализации Вот Мы ставим Задачу Что нам Нужно Потихонечку Шаг за шагом Пусть Небольшими Стратами Но создавать Вот эти Закупочные Пункты В районах Там В поселках Крупных Какую-то Систему Сельхозкооперации Сельхозконсультации Которая тоже Была создана Еще Столыпиным Значит И ранее Были созданы Весь мир Взял эту систему На вооружение У нас ее нету Поэтому Без этого Нам не развиться А почему тогда У нас есть Потребкооперация Областная Потребкооперация Это другая Совершенно структура Которая Создана Для других Целей Я говорю О сельхозкооперации Об ней Все забывают О том Что она есть Это именно Фермерское Маленькие Хозяйства У нас ведь На селе Ведь живут люди Люди эти Все равно Кто-то там Морковку вырастет Кто-то там Баранчиков Разводит Кто-то кроликов Еще чего-то Кто-то ягодки Собирает И вот Их надо Объединять Их надо Вытаскивать Чтобы они Регистрировались Налогоплательщиками Большая часть Их На сегодняшний день У нас Людей Которые зарегистрированы Фермерскими Хозяйствами На территории области Около 300 Всего человек Это неправильно Зато Тысячи человек Которые Проходят По Вот этим Как они там Домовые книги Там эти Районные Поселенческие Вот эти Значит Являются личными Подсобными Хозяйствами И многие из этих Личных хозяйств Производят Какую-то продукцию Нам нужно Создать Условия Чтобы они Становились Предпринимателями Чтобы они платили Налоги В местные бюджеты Тогда и в местные Бюджеты у нас Будут Финансово Обеспечены Сейчас же там Денег нету Михаил Сергеевич У нас же фермерское Движение В стране Уже наверное Больше 25 лет Существует И до сих пор Что мешает Создать Такую операцию Фермерское движение Появилось Вот 25 лет назад Когда федеральное правительство Выделило средства Именно на залоговый фонд Как раз сказали Ребята Приходите Регистрируйтесь Фермерами Вот у вас будет Залоговый фонд Вы сможете Помогать Начинающим Брать кредиты Вот к банкам Сейчас Любой фермер Придет Что у него За душой Развалюха Сарайчик Да какой-нибудь Значит Ржавый Трактор Который Это самое Давно Лет 20 ему Кто его возьмет В качестве Залоговой базы Никто не возьмет Соответственно Нам нужно Создать залоговый фонд Мы и просим Правительство Создать такую Структуру Совместно С районными Центрами У нас же Ведь еще есть Хорошая залоговая база Как я считаю В виде Невостребованных земель По ней вообще Никто Работы не ведет Сельхозземли О которых Часто пишут Журналисты Что Заброшенные земли Зарастают лесом А значит Если Эта земля Никому не нужна Ее должен Муниципалитет Взять в свою собственность И Эту землю Можно использовать В качестве залога Для того же банка Но пока Муниципалитеты Этой тоже Работой не занимаются Здесь лучше всего Я не думаю Что Болото Заросшие банки Строят Почему болото Нет Почему болото Есть же сельхозземли У нас же Вот Владимир Михайлович Сколько у нас Вы знаете этих Вот Заброшенных сельхозземлей Я сейчас скажу Три секунды Дискуссия нормальная Навсегда полезная О том Скажу Что Залога база По земле Ведется уже лет пять На уровне федерации Чуть-чуть было не решили Где-то вот В 2012 году В начале Чуть было не решили Что этот актив Считать залогом И как бы К сожалению Ушло В нашей области Вот мы Ежегодно Посевная площадь 18 тысяч Стога Вот то что мы высеваем Не пашня Не путать Это все мизер Малюсенький мизер Я говорю То что удвоить Минимуму троить надо Что касается пашни Нас 105 тысяч Мы используем А всех нас 310 То есть В три раза меньше А всех земель Сельхозных 670 тысяч Всех Которые пригодны Сегодня еще И две трети С них Уже там И вторичное Забалашение прошло И закустаривание Вторичное О чем я говорю Что надо Именно сюда Хочем не хочем Нас жить все равно заставить Не сегодня-завтра Суверяю Это первое Даже если бы мы сегодня захотели То белорусами Вот тракторами Ничего там не сделаем Сейчас скажу почему Да Это все Я понимаю Таможенный союз Надо нам помогать В два раза меньше Белорусам Братьям помогать И так далее Это понятно Но мы когда в Кагрополе Стали в один стаду Пахать вот эти 4 тысячи газ земли Впервые Целину Ну почти Она там 10 лет Никто не обрабатывал Только камни убрали А остальное Даже кустарники Нам пришлось Тащить эту технику С Вологды Импортную Джон-Дировские трактора Которые широкозахватные Которые солярки Если грубо говоря По русскому языку сказать Съедают на один ГА Там скажем 11 литров А наш белорус 23 Чувствуете разница Притом Там он 11-7 метров Захват С роторным плугом А это значит 2,5 силы И надо по кругу Его гонять Поэтому тут Еще надо понимать Это раз Второе На эти ГА Если бы теоретически 105 тысяч вывели И все обороты Нам позволили бы Увеличить Троекратно Картофель Там Овощи Я говорю Случай чудо Люди там найдутся И все остальное Нам надо Вот Даже Мини Маленькие Три лошадиные силы И нога Условно надо Переверните сюда Надо до тысячи Тракторов новых В общем на область А у нас И всего 270 И то до подобной Половины Вы Чего там Вы говорите О базе Там мы говорим Нет этой базы Владимир Михайлович Вот о чем мы говорим Следующего Выход Где Кто Выход Выход Мы же не хотим Кого-то виноватого Найти Это Вообще-то Беда Даже всей России Я вам скажу Да Но многие Там Передовые хозяйства Схватили Вот молочники Ну поставили Три робота Четыре там В Вельске Да Ставили в 11-м году При мне Это все Ставили Делали Да Ну вы что думаете Что это все Это уже Инновации Такие Да даже В Вельском районе Сегодня Обрабатывают Пашню Значит там Около 11 тысяч Газ свободных Земель Практически Вот и хотел туда ехать Помогли кто там Хотел ехать Брать тоже Пажень и так далее Но там Именно в этих краях Подзерновые Вот как ни странно Не идет Эта земля По всем показателям Не идет Ничего мы там Не получим Что касается Экономики Вот Дмитрий Сказал Что надо У нас вечный выбор Между политической Целесообразностью То есть Экономической Целесообразностью И политической Необходимостью Вечно выбор идет Но сегодня В Эмиратах Пшеницу Выращивают на поливе Там шейх сказал Да Потому что Это политически Необходимо Им нам в области Надо Чтобы остановить Отток людей Какое-то время Надо политически Необходимо Вот Так вот В Каргополе Сибистой музей Я сам лично Просчитывал Было в 2011 году 10 рублей 71 копейка Килограмм пшеницы Который там Мы не успели 10 рублей А в Краснодаре Было 11 рублей Почти Но там Урожайность Была 44 центни А у нас 29 Потому что Там И засуха И саранча И дус Надо сыпать И все остальное Нам ничего не надо Это Ягополитическое То же самое Вот если бы на корма Крутили Ну да Были бы там Тарифы И все И комбикормный завод Там Коныш У нас раньше Был комбикормный завод В советские времена Кстати Делал корма Лучше По-российски Я вас уверяю Лучше Получше По качеству Потому что Постоянно Была на Железной дороге Развилка И все Зерно шло Ну тарифная политика Была другая Но ведь мы сегодня Говорим о том Что ЖД тарифы Компенсировать надо Давайте компенсируем ЖД тарифы На комбикорма 160 тысяч тонн В области Давайте компенсируем Я бью руках Я тоже за Но я понимаю И вас Что вы не сможете Я же не хочу сказать Что Все они не хотят Они хотят То же самое Вы поймите Я говорю То что надо делать Не останавливаю Именно это надо делать Так вот Что именно Через два Вот если мы найдем 100 200 миллионов рублей Хотя бы на комбикормный завод Начинить Здание стоит Зачем он здесь нужен Объяснимите Потому что через два года Мы можем Своих сейхозпроизводителей И птицеводства И свиноводства И подтянуть Именно К этим кормам И будет По рублю С каждого килограмма 160 миллионов рублей Через два года Их не надо будет Они вот Каждый сейхозпроизводитель Крупный Уже поставил себе Комбикормовый завод На своей территории Вашская Вельская агрофирма Это не комбикорм Вы не путайте Это доработка Кормовая Элементарнейшая Мешанка Ручная Вы что там Речь ведете О комбикормах Мы начинаем вдаваться в детали Которую Я думаю И еще По свиноводству Хочу Все-таки Задень вопрос Не осталось Тут никто Вот смотрите Северный бекон Год назад выкинули 250 человек на улицу Чуть-чуть больше Год назад Да Свиньи Вот Левковки Рядом Тоже было Оборудование голландское Поставили Там чуть привезли Ребята Смонтировали Ну не совсем Но нормально было Да Себестоимость была Чуть выше Потому что Все равно Север Как бы не крутим Привесы чуть ниже Хотя там можно было наладить Приходит налогинспекция И говорит Вот то что он сказал Потребийский Вы задали вопрос Сельхозпотребкооперация Чуть разные вещи Это потребительский Кооперируем Мы производим свиньи Молоко Сдаем Сами перерабатываем Это вот Речь идет Сделали Сделали Налогинспекция Арестовала Сказала Вы неправильный режим Ошибку сделала Арестовала Все активы 12 миллионов Штрафов Все А для предприятия Это как миллиарды И вы же знаете Месяц не исполни Арестовываются счета Договора И все Суды прошли Два года Потратили Я сам лично участвовал Выиграли в Питере Вернули обратно Но уже все Поезд ушел Уже ни людей Ни производства Никого нет Вот Мы говорим о том Давайте в законодательство Введем закон Такое Если бизнесмен Не согласен С чем-то Потребнозор Придет арестов А не согласен Давайте дождемся Решение суда Будет решение суда Вот тогда арестовывайте Счета А если кто виноват Как я предлагал Налогинспекции Посадить в тюрьму Его Этого инспектора Который неграмотный И такую вещь сделал Все понятно Владимир Харькович Очень масштабный И еще вопрос Один хочу А о молоко Я прошу прощения Владимир Харькович Кредиты Сколько в Сбербанке Вы брали А о молоко Последние два года Нисколько Мы обращаемся С собственными средствами Я не могу Как бы сказать Относительно Кредитования В последнее время Поскольку я Некомпетентно Отвечать на это Хорошо Понял Я прошу прощения Я вынужден Дискуссию прекратить Дмитрий Велиснав Знает что Нисколько У меня спросите Я брал в Сбербанке Вот и все Вот вывод Владимир Харькович Мы все время в частности Мы можем это обсудить Потом в кубарах У нас здесь присутствует Журналист У нас осталось Просто 12 минут Всего лишь Мероприятия Коллеги Пожалуйста Задавайте ваши вопросы К участникам Круглого стола Если они у вас есть Позвольте Газета Архангельск Мне бы хотелось Услышать ответ От министра Николаевича Дмитрий Леонидовича Дмитрий Леонидович Ого сидеть Тяжело сидеть спиной К подтверждению Срока договора Сельхозземель Выходите Я уже неоднократно комментировал И Борис Николаевич В курсе моей позиции Я не понимаю Почему сейчас Вопрос Дальше прокачивается Скажем так В кавычках Так назовем Сленков Значит первое Уточню Договор никто не разрывал Значит Договор Закончился Закончился Срок действия договора Второе Борис Николаевич Платил 35 Да по-моему 35 тысяч Вот Почему Месяц сейчас Платили последние Они же меняли Два раза Цену Ведут первые данные Когда договор начинался В общем За последний квартал Заплатили Сто с лишним Сто тысяч Так что тут Все изменяется Как вы говорите Что договор не разрывался Так же и я отвечаю Так что Борис Николаевич Он прекратился Согласен Да Значит Но не продлевается В договоре написано Если стороны Никаких Ну скажем так Разрыва Инициатива Кто Лонгируется На дальнейшие И на тех же условиях На пять лет Значит Муниципальное образование Приморский район Не воспользовалась Возможностью Да Данный договором Пролонгировать Решила Переиграть конкурс Я думаю Что Конкурс состоится В ближайшее время И Каких-то проблем Участия Бориса Николаевича В этом конкурсе Не вижу Взять Я ведь вижу Проблему сразу Понимаете Кто будет Участник Об этом Не объявлено Мотивов Никаких Нет Просто так Грубо говоря Поставить Это во все Услышание Ведь И сама Суть Этого договора Или о чем Мы сейчас Говорим Он никем Не решается И никто Мне не может Объяснить Скажите Покажите Игрока Которые будут Являться Моим конкурентом На торгах Хотя бы Не знаю Понимаете Что значит Не знаю Инициировал Это же Инициировал Это администрация Приморского района А я был один На данный момент Мне никто Не говорит Если вы хотите Коснуться Логистического центра Пожалуйста Там тоже должен Быть заказчик Борис Николаевич Вы знаете Нет проблем Мы в последнее время Делали ставку На ваше предприятие Именно как Флагмана В семенном Картофелеводстве Я разве сказал Нет И мы Значит Подписали программу Развития картофелеводства И сейчас В октябре Мы приобретаем Лабораторию Моноферментного анализа То о чем Говорилось Лет не знаю Сколько Цать Мы наконец-то Будем реализовывать Пускай копейками Маленькими шагами Но реализовывать И вас мы видим Как одного из Основных Потенциальных Участников Этой программы Я согласен Я учитываю тот факт Что у вас есть Большой опыт Большие компетенции В этом вопросе Банк здоровых семян И так далее И так далее И наработанные Связи с зарубежными Партнерами Поэтому Вот это Наверное Есть Наши отношения То что касается Было заявлено Что Подприятие большое Но по меркам Области Не очень На самом деле Большое В оголове Там Сколько? 300 Есть у вас голов Извините Дойного 355 355 Дойного То есть Как бы Сущение Что Филковский Поставил Сейчас 1400 Комплекс Дойного Стада Построил Да И сдал Может так Можно оценить Но Я думаю Что Любовь Ленина Сыровенко Уж Открывая Все покойные Карты Будет Очень рада Если предприятие Закроется Так же Наверное По молоку Потому что В Петровске Наконец-то Можно будет Попасть В общем Тут Ситуация На самом деле Очень сложная И Интересантов Очень много Давайте Не будем Политизировать Эту тему Я сейчас Буду Говорить Допустим Да И Вытаскивать Все это Будет Не очень Приятно Всем Поэтому Я думаю Что Давайте Предпускай Решается Это В рабочем Называется Порядки Слишком Интересный Высок земли Кто гробить Его не собирается Просто Землю заберут Пожалуйста Коллеги Еще вопросы К участникам Кругого Стала Простите Это Мое предположение Я бы еще Хотела В рамках Дискуссии Согласна Вот сейчас Нет проблем Дмитрий Леонидович Этитут Непосредственно Говорил Чтобы успокоить Всех слушателей Я думаю Присутствующих По поводу Молочной Продукции И непосредственно Показатели Идентификации Да То что мы говорим Про фальсификат Откуда у нас Залось 80% Я не знаю Какими данными Вы располагаете Но по крайней мере Те данные Которые у меня есть Значит У нас Значит Федеральная служба Был спущен приказ Как раз в этом году Значит У нас были Внеплановые Проверки Соответственно По как раз Контролю молочной Продукции В том числе Как раз Отбиралась На показатели Идентификации Так вот у нас Процент несоответствующих Проб составил Всего 10% Ну то есть Не более Ну то есть 10% Это на самом деле Не катастрофично Дальше По поводу тех материалов Которые к нам поступают По каждому материалу Проводится работа Ни один материал Не отписывается Каким-то образом Не просматривается Такого нет И вся схема Как надо Непосредственно Работать Данная схема Теперь контролируется В том числе Федеральная служба С Москвы Все субъекты Завязаны друг на друга Поэтому Когда мы направляем Республику Соответственно В какие-то наши Другие субъекты То там соответственно Они выходят С надзорными мероприятиями По поводу того Что делаем мы Мы привлекаем К ответственности У нас срок привлечения В течение года Поэтому мы Пробуем Освоить практику Привлечения К ответственности Те Реально Производители Которые не находятся На территории Архангельской области Пытаемся Ну посмотрим Что будет получаться Потому что На самом деле Процессы Достаточно трудны Но работа По этому поводу Ведется в полной мере Ну и если Соответственно Фальсификат И то отзыв Сертификата Соответствия Соответственно Вся эта работа Есть То здесь не нужно Усугублять По этому поводу Ситуацию Так что я думаю Что Дмитрий Леонидович Если мы хотим То мы это Обсудим в рабочем порядке Тем более Этот вопрос Уже обсуждался Ну да Дискуссия То есть если сверху Скажут Мы закроем А если нет Откроем Закрывать Нет Мы не будем Закрывать Не открывать То есть мы будем Держусь Прокомментирую Значит 80% Это сплошная выборка В одной торговой сети Назвать А еще Подождите А дальше По поводу проведения Лабораторных исследований Протоколы которые Ну это уже может быть нюансы Я не знаю Просто интересно Слушали ли или нет Потому что у нас все таки Круглый стол Да В том числе для слушателей Которые может быть Не специалисты Но все равно Протоколы лабораторных исследований Которые проводятся Да Они проводятся Кредитованные лаборатории Оформлять Соответствующим образом Мы писали Дефектуру По этому поводу Каким образом Проводятся исследования Какие там Фактически есть нарушения И поэтому К сожалению Принимать те протоколы Которые есть Часть протоколов Мы просто не можем принимать Поэтому мы Соответственно Направляем Свою лабораторию Которую проводят Лабораторные исследования И там дальше Мы смотрим У нас Мы просим В бустинге гигиенной эпидемиологии Проводить данные исследования Адестат и аккредитации У них есть Соответственно те, которые мы получаем данные, мы не можем им не верить. А можно в качестве резюме? У нас 5 минут осталось. Да, буквально резюме. Значит, на самом деле, хоть это как и не очень звучит, но ничего страшного в том, что продукты будут дорожать, я вот и не вижу. Главное, чтобы люди хорошо получали, зарабатывали. Если человек будет хорошо зарабатывать, это все нивелирует. Так вот, мы как раз, как фермеры, вот, продвигаем идею, чтобы создать больше рабочих мест. Ведь та идея, которую сейчас отстаивает министерство, это вот крупные холдинги, о которых вот говорят эти автоматы. Что такое новое предприятие с автоматической системой доения? Значит, это 1-2 работающих. А каждое фермерское хозяйство, это там 5, а то и 10, а то и 20 рабочих мест на селе, которые будут зарабатывать и которые будут покупать эту продукцию. Так вот, если мы будем стимулировать маленькие фермы, которые стоят копейки, по сравнению с этими мегакомплексами, создавать везде, 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 которые будут производить у нас мед, которые будут производить ягоды, рыбу, грибы выращивать, что угодно. Мы будем жить, мы будем всегда накормлены, сыты, и область зацветет. В каждой деревне будут люди, которые живут там. У нас не будет брошенных сел и деревень. Так что давайте стимулировать, опять же, обращаясь, значит, к посланию губернатора на этот год, что на самом деле все силы надо бросить на поддержку малого сельского бизнеса. Давайте это послание теперь воплотим все-таки в бюджет. К сожалению, бюджет уже сформирован, и на малый бизнес там шиш да не шиша. Ну, чуть-чуть есть, но слишком мало. Надо хотя бы в этом году нам проработать. Тем более, что у нас будущий год, по-моему, как он признан, годом семейных ферм, по-моему, или как-то вот на международном уровне. Надо все-таки стремиться к тому... Ну, и самое главное, что год козы у нас будет. Это год самого нашего сельхозяйственного, самого любимого животного. Давайте вот в этот год постараемся создать, дать людям работу. Нужно найти одного главу района адекватного, который поможет у себя в районе объединить конкретно этих фермеров в своем кусте, который поступит определенным гарантам, да, вот это... Нет, у нас все главы районов адекватные, все нормально. Потому что это же логистика, понимаете? Тем более, у нас на следующей неделе закон о назначении... Я вам найду. Потому что здесь, понимаете, это же нужно отработать пока на одном районе. Найти такого главу, который адекватный, да? У нас все главы хорошие. Нет, я не спорю, как-то. Который возьмет на себя такую нагрузку, который явится гарантом, да, развития. И их нужно им помогать. У нас даже, вот я вам скажу, в Приморском районе создана программа поддержки личных подсобных хозяйств, которых нету вообще в других программах. Программы почему-то вот дальше, это уже сложно двигать, понимаете? Просто нужно от консалтинга перейти к репетиторству. Потому что это проконсультировал и убежал. Ищи потом этого консультанта. Безусловно, верно, абсолютно верно. Кто денежек подаст на репетитора? Так это вопрос уже по-другому доставится. Это второй шаг, первое предложение. Верно, верно. Разумно, да? Согласен. Уважаемые господа, у нас истекает время в трансляции в эфире, поэтому мы прекращаем наш круглый стол в таком вот формате. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...